Свершилось! Главное культурное событие Гатчины лета 2015 прошло в ночь с 4 на 5 июля. Шестой раз в эту ночь Гатчинский парк собрал своих друзей на ежегодный фестиваль «Ночь музыки». Один из самых ярких концертов на открытом воздухе, ставший визитной карточкой нашего города. Как всегда, он подарил встречу с талантливыми музыкантами из разных стран, которые впервые выходили на сцену в акватории Белого озера. Почему норвежский пианист под музыку Григо вспоминает доярок, а исполнители слышат в тысячу раз худшую музыку, чем зрители? Узнаете из нашего следующего сюжета. Вокруг Гатчинской ночи музыки, похоже, не осталось случайных людей. Входные билеты, хоть и несколько лет держащие цену на одном уровне, но значительно подорожавшие после проведения первого концерта, и строгий контроль на входе сделали свое дело. До первых аккордов шестого фестиваля уже меньше часа, но никакой давки и длинных очередей в кассу. Старые и новые друзья этого опен-эра спокойны и в предчувствии самых хороших эмоций. Да, первый раз. Мы живем в Петербурге, и каждый раз летом уезжали. В этот раз даже специально остались, потому что уже настолько все с удовольствием рассказывают об этом мероприятии, что даже отложили свои отпуска на 10 июля, чтобы непременно попасть. И вот сейчас идем в преддверии радости и удовольствия. К предстоящему концерту готовятся на обоих берегах Белого озера. Зрители занимают места под деревьями, растилая пледы, раскладывая стулья. Многим приходится очень кстати обрезки спиленных в парке деревьев. На другом берегу последние настройки звуковой аппаратуры и видеокамер, транслирующих изображения на экраны в зрительном зале. Готовятся занять свои места музыканты, которым за четыре почти часовых отделений предстоит провести слушателей сквозь романтический вихрь классической музыки конца 19 века и рок-н-ролл 60-70-х. Грик и Дворжак, Сен-Санс и Бородин, Битлз и Квинн. Гармония крупных и небольших пьес, баланс между солистами и оркестром, академические произведения и сочинения в духе времени. Конечно, программа рождается. Ее невозможно придумать, как-то надо прожить. Потому что очень хочется, чтобы те, кто приходят сюда, обязательно возвращались на следующий год. Но для меня это не только связано с Ночи музыки, с любым концертом, в котором я принимаю участие. Для меня это самая главная задача, чтобы люди уходили с желанием прийти вновь, послушать музыку, симфоническую музыку, оркестровую музыку. И поэтому всегда есть какой-то момент поиска. В 23.00 Ночь музыки в Гатчине 2015 открывается данью памяти любившему наш город императору Александру Третьему торжественным коронационным маршем Петра Чайковского. Затем в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра звучит концерт для фортепиано с оркестром «Ля минор» Эдварда Грига. Солист, земляк, композитор, победитель международного конкурса на Сицилии, конкурса Шопена в Ганновере, которого называют норвежской драгоценностью, пианист Нильс Мортенсен, уверен, музыка Грига прекрасно сочетается с русской и гатчинской природой. Когда я гулял сегодня по парку, вспоминал озера и фьорды Норвегии. И музыка Грига рисует в моем воображении те же горы, широкие долины и фьорды, а еще доярку, потому что Грик жил в небольшом селении. Это был тот быт, который его окружал. Впервые Петербургский академический симфонический оркестр сегодня работает и с одним из самых известных и ярких молодых литовских дирижеров – Модестасом Петренасом. Он учился в Австрии, работал в Большом театре Москвы, в национальных оперных театрах Литвы и Польши, Германии и Швейцарии. О петербургских музыкантах он отзывается, как о высоких профессионалах, с которыми сразу был найден контакт. И признается, то, что слышат зрители в тысячу раз, лучше того, что слышат сами оркестранты. Музыканты почти не слышат друг друга, когда играют на открытых площадках. И вот то, что слышит публика, это совершенно другая картинка разрисовывается. Нету так называемого фидбэка, он не возвращается, этот звук. Он все время уходит в природу, и мы его услышим только через три секунды, когда он отбивается от сосн. И это, конечно, мешает. Это не способствует, как бы, качеству музицирования. Но, как я уже тоже говорил, в этих концертах есть и большие преимущества. Природа, то, что нам Бог подарил, звезды и вода, и земля. Это все самая лучшая, гениальная сценография для концерта. Директор музея-заповедника Василий Панкратов, с легкой руки которого «Ночь музыки» начала свою жизнь в Гачине, кстати, говорит. Если б он был зрителем, то сел бы не у берега, а повыше под деревьями, где звучание и мелодия приобретает несколько другие краски и тембры. Он также говорит о том, что главная идея создать фестиваль не для знатоков-филомонистов, а для более широкого круга любителей музыки, в том числе и симфонической, вполне достигнута. И меняться теперь будет только наполнением. Формат мероприятий, он остается, да, и мы продолжаем не какую-то вот там очень тяжелую, серьезную музыку, да, все-таки какие-то симфонические хиты. Вот вы сегодня видите, очень сбалансированная программа, в общем, много таких мелодий, которые известны многим людям. Что касается дальнейшего развития, я думаю, что все равно надо идти по пути, по тому же, но, может быть, привлекать больше звезд, да, молодых. Вот то, что мы делаем, привлекаем исполнителей таких на отдельные такие, там, может быть, сломанные номера, да, вот это, может быть, стоит делать больше. Новой и важной краской в музыкальной палитре нынешней ночи музыки стало участие в ней концертного хора Санкт-Петербургского государственного института культуры. Он прозвучал в половецких плясках из оперы «Князь Игорь Александр Бородина» и в симфонических зарисовках на темы группы «Квин». Эти зарисовки после Ливерпульской симфонии, собрания песен «Битлз» в интерпретации симфонического оркестра Карельской государственной филармонии стали финальной частью концерта. «Битлз» 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 Продолжение следует...